Приветствую вас! Широкая публика представляет эпоху Средневековья как время полного подавления сексуальности. Любое сексуальное поведение или мысль – это грех, требующий длительного покаяния. Допустим лишь секс в браке и то, в случае, если его целью было продолжение рода. В противном случае, если занятия сексом супруги предпринимают ради наслаждения, он становится грехом. Ведь не случайно некоторые епископы накладывали епитемию на 10 лет на супругов за применение контрацептивных средств. Таковыми чаще всего были специальные настойки на травах, рецепт которых был хорошо известен повитухам. Но, обратившись к светской литературе позднего Средневековья, мы с удивлением увидим, что общество уделяло сексуальным отношениям значительно большее внимание, нежели это допускала церковная доктрина. 14-15 века в Европе начинают восприниматься как эпоха определенной сексуальной свободы. Так, в одном из фаблио рассказчик от имени мужа утверждает, что лучшим средством от супружеской неверности является регулярный секс между супругами. Чтоб между нами не было разладов, из кожи вон я лезу. Одних нарядов мало, чтобы удержать любовь жены, мужья почаще трахать жен должны. В другой басне рыбак нашел в реке труп священника и решил проверить свою жену. Он отрезал у трупа пенис, принес его своей жене и заявил, что пенис принадлежал ему, но его отрубили три рыцаря в схватке. Жена же незамедлительно заявляет ему, молю я Бога, чтоб скорее ты умер. Твое мне тело от таких потерь, да нельзя омерзительно теперь. Она уже готова уйти из дома, но он окликает ее и говорит, что Бог волшебным образом вернул ему пенис. Она говорит, дрожайший муж мой, милый друг, какой же я пережила испуг. Уж сколько я живу на белом свете, не знала я такого ужаса и третий. Обнимает его, но на всякий случай не выпускает пенис мужа из рук. Подобного рода сюжетами переполнены кентерберийские рассказы Чосера. В рассказы Мельника молодая жена по имени Алисон заводит роман со Школяром. Тот убеждает мужа, что грянет потоп, и все трое прячутся в бадьях, подвешенных к потолку. Алисон со Школяром убирается из них и проводит ночь вместе. Но это еще не все. Другой воздыхатель Алисон стал под окном молить ее о поцелуе. Она выставляет в окно зад, и воздыхатель целует ее именно в это место. Когда тот понимает, что произошло, он бежит к кузнецу за раскаленным сошником плуга. Вернувшись, он молит о новом поцелуе. Однако на этот раз свой зад для поцелуя выставил Школяр и получил ожог. Услышав вопли Школяра, требовавшего воды, муж, решив, что потоп настал, срезал веревки. Бадья упала, и муж получил травмы. Как ни странно, но единственный положительный герой в этом рассказе – гулящая жена. В XIV и XV веках происходило довольно много судебных разбирательств, в которых женщины разводились с мужьями из-за неспособности последних выполнять супружеский долг. Одной из таких дам, тирольской герцогини Маргарите Маульташ, посвятил свой роман Леон Фейхтвангер. Она добилась развода с мужем по причине его импотенции. Появились презервативы. Они изготовлялись из кишок или мочевых и желчных пузырей животных и были многоразовыми. Эротика проникла в обычаи даже простых горожан и крестьян. Мужчины и женщины вместе посещали баню. Нередко их разделяла лишь невысокая перегородка. Она была довольно низкой и не мешала подглядывать, а уж тем более пускать ход руки. В бане назначали свидание, здесь мужья подкарауливали своих неверных жен. На праздниках получили распространение игры, когда мужчины и женщины касались друг друга. Редкое торжество обходилось без плясок. Танцы были энергичными с возможностью импровизации. Процветала проституция. Услуги проститутки можно было заказать купальне. А нередко женщину легкое поведение легко было снять на улице. Особые места для их деятельности не были определены. Для верхов общества социально одобряемым стилем поведения женщины стал постоянный флирт, для чего женщины старались подчеркнуть свою сексуальность даже в одежде. В моду вошли платья с глубоким декольте, которые иногда доводили до полной крайности. При испанском и французском дворах часто платье дамы было сзади и спереди раскрыто почти до пояса, так что не только грудь, но и почти вся верхняя часть тела была обнажена. Представительницы прекрасного пола красили ресницы, губы и брови, осветляли волосы с помощью лимона. Объемы продаж в парфюмерных лавках выросли многократно. Не отставали и мужчины. Одним из самых популярных мужских модных аксессуаров стал гульфик, лоскут или мешочек, который крепился к передней части брюк, чтобы подчеркнуть мужественность, сделав акцент на половые органы. Гульфик обычно был набит опилками или тканью и застегивался на пуговицы или завязывался тесьмой. В результате область промежности мужчины выглядела весьма внушительно. Моднейшей обувью считались туфли-пулены с длинными и острыми носами, которые также должны были намекать на кое-что не менее длинные в штанах его владельца. Ну а как же, спросите вы, реагировала на это церковь? Следует отметить, что служители церкви также не отставали от мирян. Сельские кюре вовсе ублудили с прихожанками, что подтверждается судебными документами. Горожанки и даже дворянки охотно изменяли мужьям с учеными и обходительными, иногда даже с щедрыми служителями культа. Монастыри оказались отнюдь не закрытыми, далекими от мира обителями, какими они были задуманы. Почитайте, как описаны монастыри в сборнике новелл «Декамерон» Джованни Бокаччо, написанном в 1352-1354 годах. Это настоящие притоны разврата. Монахи и монахини ни о чем другом, как о сексе, и не думают. Ну хорошо, допустим, писатель несколько преувеличил распущенность монахов. Однако о том же говорят и судебные документы. Так, проверка одного из женских монастырей в Германии в 1484 году показала, что большинство монахинь беременны. Та же комиссия в том же году отметила подобную ситуацию и в другом женском монастыре. Покровитель одного из женских монастырей в Швабии Юлий Брауншвейгский с ужасом выяснил, что монашенки подведомственного ему монастыря фактически занимаются проституцией, а монастырские ворота всегда открыты для платежеспособных посетителей. У него лопнуло терпение, и он велел живьем замуровать в стену настоятельницу. О мужских монастырях и говорить не приходится. Часто на территории монастыря проживали содержанки монахов, а гулянки подвыпивших святых отцов стали притчей воязыцах. Да что далеко ходить? Вспомните, что многие папы имели любовниц, а папа Александр VI Борджия 1492-1503 годы не постеснялся вступить в кровосмесительную связь со своей дочкой Лукрецией. И вдруг все изменилось. В XVI веке социально одобряемым принципом семейных отношений стала супружеская верность. Открытое пренебрежение нормами морали сменилось показным благочестием. Изменилась даже мода. Глубоко декальтированные платья сменились на наглухо закрытые, иногда украшенные пышным воротником. Гульфик отошел в небытие. В моду вошли кулоты. Короткие просторные штаны до колена или застегивающиеся ниже колена, часто украшенные рюшечками. В этих штанах при всем желании было невозможно заметить, что у мужчины есть какие-то половые органы. В новых условиях возник протестантизм, выросший на критике излишеств представителей католического клира. Для протестантских семей были характерны крайняя строгость нравов, целомудрие и аскетическое ограничение потребностей. Трудолюбие и целеустремленность. Например, игрушки считались бесполезными, а дети с малолетства помогали взрослым в работе. Контрреформация существенно изменила отношения к жизни, также и католиков. Эту эволюцию церковников можно заметить по поведению пап. Так Павел IV 1555-1559 годы запомнился как несгибаемый поборник христианской морали. Он изгнал в отставку 113 епископов, чья репутация была запятнанной. Часть из них, и в том числе некоторые кардиналы, были покараны и пошли под суд инквизиции. Были выловлены сотни монахов, шатающихся за пределами своих монастырей. Из Рима выдворили всех проституток и их сутенеров. Монастыри в новое время значительно приблизились к тому идеалу, который предложили в свое время их создатели – общежития людей, отказавшихся от мирских соблазнов и проводящих время в молитве и труде. В XVI веке власти во многих европейских государствах начали борьбу с уличной проституцией путем организации публичных домов – борделей. Власть требовала, чтобы они располагались за пределами города или поблизости от городских ворот. Внутренняя жизнь борделей сурово регламентировалась, и власть пыталась наладить элементарный медицинский контроль за деятельностью сотрудниц борделя. Вообще, в XVI веке значительно возросло внимание к вопросам религии, что привело к большей религиозности, впрочем, часто показной. Виновниками сексуальной распущенности были объявлены, конечно, женщины, провозглашенные орудием дьявола, и это не могло не привести общество к их преследованиям. Апофеозом этих преследований была охота на ведьм, начавшаяся в 1585 году. Обращаю ваше внимание, что часто встречающееся словосочетание средневековая охота на ведьм неправильно. Средневековье преследование ведьм происходило лишь эпизодически. Массовое преследование – это явление нового времени, происходившее в XVI-XVII веках. И причиной его было именно резкое изменение общественной морали. Что же стало причиной, приведшей к столь разительным переменам в общественной жизни? С моей точки зрения, основной причиной изменений стала эпидемия сифилиса, начавшаяся в конце XV века. Откуда же пришла эта страшная болезнь? В августе 1494 года король Франции Карл VIII с 25-тысячной армией вторгся в Италию. Основной его целью было завоевание Неаполитанского королевства. Французская армия без боя заняла Флоренцию и Неаполь. Неаполитанская армия насчитывала не более тысячи наемников и оказать серьезного сопротивления не могла. В Неаполе Карл VIII короновался титулами короля Неаполитанского и Иерусалимского, а затем в течение двух месяцев праздновал свою победу. Современники отмечали пышность этих празднест, а также разузданное поведение их участников, превращавших банкеты в оргии. Во время этого двухмесячного отдыха весьма отметились и простые солдаты, массово насиловавшие неаполитанок. Однако вскоре придворные офицеры и солдаты французской армии почувствовали себя нездоровыми. Тела их от головы до колен покрылись коростой, у некоторых провалились рты, другие ослепли. В итоге, через месяц, эпидемия в рядах французской армии достигла масштабов подлинного бедствия. Заболели тысячи солдат, и армия потеряла боеспособность. Так человечество познакомилось с новой страшной болезнью, распространяющейся половым путем, сифилисом. Зараженные солдаты разнесли болезнь по всей Европе. Ведь среди наемников были швейцарские пехотинцы, шотландские вушники, испанцы, фламандцы, в общем искателе приключений со всей Европы. Уже в 1495-1696 годах эпидемия сифилиса охватила Италию, Францию, Швейцарию и Германию, затем перекинулась в Австрию, Венгрию и Польшу. В 1499 году сифилис появился в России. Далее, благодаря торговым сношениям, эпидемия распространилась в Северной Африке, Египте, Турции. К 1500 году пораженным оказалось население Южной и Юго-Восточной Азии, Китая, а в 1512 году массовые заболевания сифилисом были зафиксированы в Японии. По подсчетам исследователей, число смертей от сифилиса в Европе во время пандемии достигло 5 миллионов человек. За пределами Европы подсчетом не велось, и число смертей неизвестно. Однако, правомерно будет предположить, что там умерло не меньше, а, пожалуй, даже больше людей, чем в Европе. Болезнь тогда была гораздо более смертельной, чем в позднейшие времена. И в дальнейшем сифилис, поражая большое количество людей, уже не принимал характер пандемии, возможно, вследствие некоторого иммунитета, который возник после пандемии. Люди терялись в догадках, откуда взялась эта болезнь. Обвиняли женщину, которая переспала с прокаженным, поскольку сифилис на первых порах считали болезнью родственной проказе. Винили солдат, которые якобы употребили в пищу человеческое мясо. Рассказывали о человеке, вступившем в связь с кобылой, зараженной кожным сапом. Как известно, при этой болезни на коже лошадей появляются язвы, схожие с сифилитичными. Как всегда, среди виноватых были иудеи. В 1492 году король Фердинанд Арагонский вместе с Изабеллой Кастильской издали указ об изгнании из Испании евреев, отказавшихся принимать католичество. Было изгнано более 200 тысяч человек. Часть из них временно осели в окрестностях Рима, поскольку в сам город их не пустили. Среди них произошла вспышка сифилиса, унесшая жизни 30 тысяч человек. По мнению некоторых писателей того времени, именно они принесли болезнь в Италию еще до прихода французов. Не обошлось и без вездесущих астрологов. По их мнению, причиной возникновения болезни было то, что 25 ноября 1484 года Сатурн и Юпитер сошлись под знаком Скорпиона в доме Марса, и это стало причиной уязвления плоти. Благой Юпитер был подавлен злыми планетами Сатурном и Марсом. Знак Скорпиона, ведавшего половыми органами, объясняет, почему именно они и подверглись в первую очередь нападению новых болезней. Альбрехт Дюрер, немецкий художник, впервые в Европе в 1496 году изобразил на гравюре наемника, кожа которого покрыта язвами от нескольких шанкров. Рядом с изображением лежит текст предупреждения о новой болезни, устанавливающий прямую связь между эпидемией и астрологическими знаками в 1484 году. И, конечно же, основной причиной болезни считались человеческие прегрешения, а саму болезнь наказанием за грехи. На картине Себастьяна Бранта датируемой также 1496 годом изображена Богородица с младенцем Христом, который поражает больных сифилисом. Причиной заболевания были богохульства, грехи и аморальное поведение. Новая болезнь сначала получила название люэс – зараза, хотя параллельно с ней употреблялись географические названия. Как правило, болезнь называли по имени своих соседей, которым не испытывали особой симпатии. Так, жители сегодняшних Италии, Германии и Великобритании называли его французской болезнью, французы – неаполитанской, в России – польской. Поляки, в свою очередь, употребляли термин «немецкая болезнь». Португальцы и жители Северной Африки называли ее «кастильской» или «испанской», турки – «христианской». В течение XVI века болезнь называли «большой оспой». Встречается название «венерическая чума», «болезнь купидона» и тому подобное. Название «сифилис» придумал врач, профессор подуанского университета Джираламо Фракастора. В 1530 году он с целью просвещения горожан создал стихотворную поэму «Сифилис» или «гальская», то есть французская, болезнь. Главный герой поэмы «пастух Сифил» был наказан богом Аполлоном за непослушание ужасной болезнью, переданной через богиню Венеру. Собственно, Фракастора воспользовался сюжетом одного из эпизодов поэмы Авидия «Метаморфозы». У Авидия Аполлон убивает некоего Сипила, сына Ниобы и Анфиона, в наказание за то, что Ниоба оскорбила его мать Латону. Фракастора несколько изменил имя героя и сделал его говорящим. Сифил с греческого «любитель свиней» и изменил наказание «не смерть, а болезнь». Так или иначе, с этого времени за болезнью прижилось ее новое название «сифилис». Распространению болезни способствовали и некоторые народные суеверия, распространившиеся в эту эпоху. Считалось, что для того, чтобы избавиться от венерических заболеваний, необходимо заняться сексом с девственницей, чья чистота поможет пациенту вылечиться. Разумеется, это варварское убеждение привело к частому насилию над детьми. Одно время в Италии возникли сплетни, будто бы, чтобы излечить себя, необходимо переспать с чернокожей женщиной. Какие только легенды не рождало невежество. Откуда же появился сифилис? На этот счет в медицинских кругах сформировалось три теории. Европейская теория. Сифилис существовал в Европе всегда, но в конце 15 века в силу невыясненных причин перерос в эпидемию. Африканская теория. В экваториальной Африке существовали и до сих пор существуют несколько болезней невенерологического характера, вызванные бактериями семейства трепонем. После того, как португальцы в середине 15 века начали осваивать Африку, некоторые из них заразились указанными болезнями. В новом климате бактерия мутировала и вызвала грозную эпидемию. И, наконец, американская теория. В соответствии с этой последней, сифилис завезли в Европу участники первой экспедиции Колумба, заразившиеся от коренных жительниц американского континента. Сифилис существовал в новом свете издавна. У его жителей выработался к нему стойкий иммунитет, и местные жители были носителями бактерий сифилиса, но не болели им. Бывшие члены первой экспедиции Колумба могли попасть в Неаполь незадолго до прихода французской армии. Они могли быть в составе этой армии в качестве наемников, о чем есть свидетельство современников. Похоже, ныне эта проблема решена. Американские ученые провели генетические исследования скелетов людей, умерших от сифилиса, и в 2008 году доказали, что бледная трепанема вывезена из Америки. Таким образом, правильной оказалась американская теория. Итак, рассказ о том, как сифилис изменил мир завершен. Если рассказ был интересным и полезным, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. До свидания.